В последнее время все больше охотников на нашу программу прямо нападать, уличая нас в злонамеренности, мол хотим всех обмануть. Многократно попадавшись на лжи, генералиссимус кремлевской пропаганды Дмитрий Киселев ответил критиканам в стиле «сам дурак». Видео, в котором французский телеканал «Шаналь Плюс» разбивает в пух и прах киселевскую ложь о евроскептиках, в считанные дни набрало миллионы просмотров на хостинге YouTube. Данное разоблачение посмотрели зрители со всего мира. И многим теперь предельно ясно, почему на защитника путинского курса страны цивилизованного мира наложили персональные санкции. Мне стыдно здесь за, честно говоря, вот если уж совсем, что за европейскую цивилизацию, которая деградировала настолько, что стала применять санкции персонально против журналистов. Невероятно, но факт об манипуляциях киселевой компании написало даже государственное издание «Московский комсомолец», приукрасив статью метким заголовком. В среду московский комсомолец опубликовал свою шнягу под заголовком «Ложь во спасение», а в интернет-версии «Киселевские берега». Автор кремлевских басней обиделся и попытался оправдаться, мол, он никогда не рассказывал, что студенты в Киеве побили милицию. И говоря о радиоактивном пепле, он не хотел сжигать США. Только я никогда в «Вестях недели» не говорил, что студенты в Киеве жестоко избили милицию. Стопроцентная ложь. Это такой же подлог, как то, что я хотел спалить Америку, говоря о радиоактивном пепле. В общем, на уровне нашкодившего подростка, который залез в чужой сад, рвать черешню. Другие ведь тоже воруют. А я, если и поступаю не по совести, то не очень часто. И всегда косточки оставляю на месте преступления. Не то, что другие, с собой уносят. Но все бы ничего, если бы не одно огромное «но». Киселев по неосторожности заявил, что за все годы существования его программы «Вестях недели» проколов, ляпов, фейков было меньше, чем пальцев на одной его руке. Если же вернуться к неточностям и даже ошибкам у нас в «Вестях недели», то они действительно вкрадываются. Но реально за все годы, пока я имею честь вести эту программу, ляпов у нас было меньше, чем пальцев на одной руке. «Будь Киселев мутантом с сотнями пальцев, с ним можно было бы согласиться». А так очередная ложь. И мы вам это докажем. Для начала выберем наугад несколько выпусков упомянутой программы и проверим количество пальцев на одной руке Киселева. Итак. Первое. Украина в шаге от раскола и, наверное, уже за порогом гражданской войны. Теперь нет такого политического фактора в Украине, как Янукович. После себя он оставил махновщину и анархию. Реального плана в стране нет ни у кого. Хотя, идей хоть отбавляй. Например, киевский триумфатор Олег Тегнебог уже требует со сцены Майдана запретить говорить по-русски, вплоть до уголовной ответственности. Это наглая ложь. Тегнебог никогда не призывал запретить украинцам говорить по-русски, а тем более вести за русскую речь уголовную ответственность. Причем на русском ныне разговаривает не менее половины тех, кто встал на защиту Украины от кремлевской агрессии. Но теперь многим станет понятно, от кого сторонники русского мира узнали выдумку о запрете русского языка. Называемый Киселевым триумфатор Майдана на президентских выборах набрал чуть более 1% голосов, а его политсила вообще не преодолела 5% проходной барьер на парламентских выборах. Второе. У меня в руках коллекционный документ, ознакомление с которым само по себе событие. Вообще-то фотографии всего этого в сети сколько угодно. Вот, например, удостоверение гитлеровской дивизии СС Галачина времен Великой Отечественной. Все по форме. Но это в сети. Когда же в руки берешь такое, то все по-другому. И вот видим Роман Калий. Гаупт-штурмфюрер полевой жандармерии СС. И по-украински сотник СС. Примерно соответствует капитану. Вот фото. Скреплено рельефным штампом с металлической пломбой по центру орел и свастика. Это удостоверение – подделка. На фото не украинский военный Роман Калий, а немецкий офицер Вальтер Шмидт из 5-й дивизии СС Викинг. О данном фейке подробнее узнать вы сможете, перейдя по ссылке под видео. Киселев за этот прокол, естественно, не извинился. Третье. На борьбу с неугодными Киев сейчас бросает все, что можно. В том числе и запрещенное оружие. Вот такие иголки ополченцы обнаружили недавно в Славянске. Это субоеприпасы неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм. Могут и прошить насквозь. Причем выходное будет ой-ой-ой, потому что этот гвоздь внутри начинает вращаться и вырывает на выходе большой фрагмент тела. Серьезно? Некие ополченцы нашли иголки, и это подтверждает, что украинская армия использует запрещенное оружие? За каких же идиотов держат своих зрителей кремлевские СМИ? О фосфорных бомбах еще никто не забыл? И украинские военные продолжают наказывать свинцом, не согласных с новым режимом. Украина сегодня – это такая калька с Германии 30-40-х годов прошлого столетия. В понедельник будет еще одно подтверждение – это запуск очередных фильтрационных лагерей. Уже об этом говорят и представители силовых структур, хунты. И мы видим перегруппировку в силовом блоке. Этого персонажа вы должны помнить. Именно он – автор истории о том, как украинские школьники охотятся на снегирей, окрас которых напоминает, внимание, российский флаг. Учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая клятву Россию. Красно-черные снегири, если уж на то пошло, больше ассоциируются с красно-черным флагом УПА. Понятно, что птичий бред был выдуман на ходу новороссийским шизоидом, как и утверждение о концентрационных лагерях для жителей Донбасса. Но и это еще не все. В том же сюжете утверждается, что Яценюк считает жителей Юго-Востока недолюдьми. Именно поэтому их надо зачистить. Из районов, захваченных силовиками, сейчас приходит сообщение, что зачистки жителей Донбасса, которые, по словам Яценюка, теперь недолюди, уже начались. Антон Лядов, Илья Косторнов, Александр Сафонов, Антон Губанов и Павел Алексеев. Вести недели. Бывший премьер-министр Украины никогда не называл жителей Донбасса людьми второго сорта. Это явная ложь, направленная на разжигание ненависти. Четвертое. На въезде во Львов кордоны из покрышек. Их в любой момент готовы поджечь. Подручный Киселева Николай Долгачев свой сюжет о ситуации на западе Украины начинается лживого утверждения. Якобы самооборона ожидает каких-то людей с востока. При этом представители самообороны в комментарии говорят лишь о том, что они защищают свой город, что на блокпостах нет пьяных и действует самоорганизация. Так называемые самооборонцы говорят, что столицу западной Украины охраняют от предполагаемой атаки людей с востока. Мы сами стоим, самоорганизация, только самоорганизация, все тверезы, никого пьяного нет у нас. У нас все нормально, мы защищаем наше место. Над толпой реед красно-черный флаг националистов. Такая символика здесь популярнее, чем государственная. Красно-черный – это уже наш, украинской повстанческой армии. Если человек знает историю, то ему приятно. И для подарка это очень хорошо. Если не нравится, то он просто не понимает. На панихиде, по погибшему на Майдане Киева, за гробом несут все то же черно-красное полотнище, всегда вдохновлявшее бандеровцев. Слава батькам! Слава батькам! Слава батькам! Слава! Русский культурный центр во Львове фактически на осадном положении. Здание не отапливается. Все вывески убрали от греха подальше. Отменили даже традиционный концерт на 23 февраля, День защитника Отечества. Не дай бог, во время концерта пришли бы сюда эти молодчики, и устроили бы тут веселую жизнь. Оппонентам обещают расправу. В лучшем случае – это гаакский трибунал. В худшем случае – это просто люди не доживут до трибунала. И такое будет. Вы еще увидите. Здесь много говорят о мирном протесте. Все погромы списывают на неких провокаторов. Но слово «война» произносится часто. Его никто не избегает. Уже своего никто не отдаст. За 90 дней Майдана людей научили воевать, отстаивать, добиваться. Наступали, отступали, научились отступать. Теперь научимся, ребята, наступать. Западная Украина продолжает сбор средств и запись добровольцев. Все группировки, работавшие на Майдан, свою работу не заканчивают даже наоборот. Теперь, когда в тылу с политическими соперниками расправились, больше сил можно направить на восток. Посыл понятен. Западная Украина славит Бандеру, отменяет концерты в честь советской армии и готовится ехать войной на восток. Так ожидает людей с востока или готовится ехать на восток? Нужно уже определиться. Весь сюжет Долгачева построен на лжи и манипуляциях. Пятое. Бессмысленно гадать, предполагал ли это Ангела Меркель на ее встрече с Яценюком и Ключко в Берлине в начале недели, на которой они получили заверение в поддержке. Майдан понял как сигнал к началу вооруженного мятежа. Такова логика событий. С возвращением этих двоих в Киев оппозиция выкинула в мусор все прежние соглашения с властью и стала стрелять в Беркель. Европейский подручный Киселева Михаил Антонов перекручивает факты. Он связывает встречу Меркель с Яценюком и Ключко с обострением противостояния в Киеве. Хотя на самом деле протесты усилились после отказа Януковича отправлять в отставку правительства Азарова и наказывать виновных в убийствах и похищениях майдановцев. Протестующие также требовали отменить диктаторские законы, принятые в конце января правящей коалицией в нарушение Конституции Украины и регламента Верховной Рады. Первыми стрелять начали как раз беркутовцы и солдаты внутренних войск. Но Антонов нарочно показывает в кадре человека с охотничьей винтовкой и при этом говорит, что стрелять начали митингующие. Оппозиция выкинула в мусор все прежние соглашения с властью и стала стрелять в Беркут. Одновременно с этим на Западе, как и в случае с грузинской агрессией против Южной Осетии, включился механизм политического информационного прикрытия. Антонов повторяет лживый кремлевский посыл о том, что Грузия начала агрессию против Южной Осетии. Хотя всем уже давно известно о том, что Путин после захвата грузинских земель сознался, что его администрация готовила эту военную операцию против Грузии на протяжении двух лет. По-моему, это не секрет. Именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше. Это не секрет, повторю еще раз. План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006-го или в начале 2007-го года он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась подготовка юго-ассетинских ополченцев. В рамках этого плана была отмобилизована техника и так далее и тому подобное. Так что здесь секрета нет. Мы уже об этом говорили. Таким образом, сюжет Антонова в программе Киселева не имеет ничего общего с реальностью. Шестое. Ложи неисполнения обязательств давно стали нормой не только во внешней, но и во внутренней политике официального Киева. Например, по пункту 8 Минских соглашений Украина должна восстановить управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом. Это позволило бы совершать денежные переводы, а значит, выплачивать пенсии и социальные пособия жителям Донецкой и Луганской областей. Но Киев платить отказывается. Это ложь. Киселев умышленно перескакивает предыдущие пункты чтобы обвинить украинские власти в невыполнении Минских соглашений. Так, к примеру, в четвертом пункте говорится, что для восстановления банковской системы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей должны пройти выборы на основе украинского законодательства. То есть вначале выборы при участии всех партий, а не только кремлевских марионеток. Но и этого недостаточно. Согласно пятому пункту должны быть помилованы все участники событий. Этого не произошло. В российских тюрьмах все еще находятся десятки украинцев в плену на оккупированных территориях. Сотни. Надежда Савченко вернулась в Украину в конце мая 2016 года. Киселев о выплатах пенсий рассказывал 5 апреля 2015-го. еще до пленения российских спецназовцев Александрова и Ерофеева. Последний факт подтверждает, что кремлевский режим продолжал накачивать Донбасс своими вооруженными формированиями. И именно на нем лежит вина за неисполнение Минских соглашений. Седьмое. На этом фото, которое опубликовали несколько месяцев назад, якобы российская установка. На фотографии совершенно четко виден бук советского производства. Соответственно, Украина имела арсенал таких зенитно-ракетных комплексов после распада Советского Союза. За 20 с лишним лет в российской армии таких букв, букв такой модификации не осталось вообще. Поэтому в данном случае стопроцентная фальшивка. Мегаэксперт Коротченко врет. Модификация ЗРК БУК многократно замеченного на подконтрольной РФ территории Украины состоит на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска. Военная часть 32-406. Именно этой бригаде принадлежит БУК под номером 332, из которого была выпущена ракета по малайзийскому Боингу. Доказательство предоставила исследовательская группа Беллинкет. Подробнее о результатах расследования по ссылке под данным видео. Восьмое. Порошенко по примеру диктаторов прошлого встал на путь уничтожения своего народа. На практике он не желает исполнять все международные соглашения по прекращению брата убийственной войны, а реально нацелен на военный реванш. Это голословное утверждение. Участие президента Украины в минских встречах, заключение соглашений в нормандском формате, отказа от силового решения конфликта с Россией на востоке Украины говорит о желании мирного урегулирования противостояния. Альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день нет. Что Порошенко подчеркивал десятки, если не сотни раз во время многочисленных интервью. Девятое. Тем временем дикий батальон украинских фашистов Азов продолжает свою бессмысленную дикую войну в районе Широкина. Как раз в районе Широкина действует батальон шальных фашистов Азов. Защитники Украины из полка Азов на этот бред Киселева ответят усмешкой. Шизофрения придворного шута Путина налицо. А мы поясним для тех, кто до сих пор в танке. Подразделение специального назначения Азов это линейное подразделение в составе воинской части номер 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Сформировано из добровольцев в мае 2014 года в Мариуполе в качестве батальона патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. В сентябре 2014 года подразделение было развернуто в полк, а в ноябре переведено в состав Национальной гвардии Украины. Так что с таким же успехом Киселев мог бы назвать шальными фашистами подчиненных Золотова. Кишка тонка или невелена? А основной задачей является очернение всего, что связано с Украиной. Похоже, что именно так. Фашистское клеймо должно быть впечатано намертво в украинскую тематику. И после этого Киселев еще удивляется, что его обвиняют в злонамеренности. В последнее время все больше охотников на нашу программу прямо нападать, уличая нас в злонамеренности. Мол, хотим всех обмануть. Методами черной пропаганды просто-таки кишат выпуски программ Киселева. При желании можно выделить тысячи примеров того, как Киселевская команда манипулирует фактами и выдумками в угоду кремлевской идеологической линии. Но при этом они еще умудряются делать удивленный вид, почему это весь цивилизованный мир считает их лжецами и с отвращением относится к плодам их деятельности. Ну и наконец десятое. В русском языке слова хохол и хохлушка не носят какого-либо уничижительного оттенка. Этим словом не обзываются. Это скорее теплое, даже в какой-то степени ласковое название братьев-украинцев. Данное утверждение Киселева мы предлагаем прокомментировать вам, уважаемые зрители ОМТВ. Кремлевского пропагандиста возмутило, что в сети Facebook получил бан запрет на публикацию текста в некий российский блогер Каноненко, использовавший в своей писанине слово хохол. В ответ Киселев предлагает модераторам соцсети применить санкции к президенту США, и его словам об исключительности американской нации. И здесь Киселев не смог удержаться, чтобы не провести параллель с кем же еще? Конечно, с Гитлером. Уж если, например, Facebook вздумал заботиться о международной порядочности и политкорректности, то удалите хотя бы слово exceptional из текстов Обамы, когда он говорит о США. Ведь это уж точно слово из нацистского лексикона. Именно исключительность, приписываемая Гитлером Германии, сыграла с немцами к концу первой половины 20 века злую шутку. Ощущение собственной исключительности толкнуло их тогда развязать мировую войну, которая до сих пор Германии дорого обходится. Странно, что главный манипулятор кремлян забыл о другом любителе подчеркивать исключительность своего народа. Страна наша как пылесос втягивала в себя представителей различных этносов, наций, национальностей. И, кстати говоря, на этой основе создан не только наш общекультурный код, но и исключительно мощный генетический код, потому что за все эти столетия и даже тысячелетия происходил обмен генами. Это же вот эти смешанные браки. И именно этот наш генный код, он, наверное, может быть, почти наверняка, является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он очень гибкий, он очень устойчивый. И мы даже этого не чувствуем, но это наверняка есть. Правда, теперь уникальный генный код Киселева не позволит ему разъезжать по Гейропам и Пиндосиям. Но сам он не особо переживает на сей счет. Страна проходила гораздо более суровые времена. Какие там санкции, о чем мы говорим? Вообще и территорию теряли, и миллионы людей, и миллионы жертв. И тем не менее мы побеждали. И сейчас победим. Но в Амстердам в ближайшее время вы не сможете поехать. Куда поедете? Да, да, да. Ну, во-первых, да, 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 в Амстердам. Действительно, я был там менее суток, поехал в Германию, и дети, мы с тремя детьми из четырех поехали туда, и 13-летний Федя сказал, я говорю, куда хочешь в один день? Ну, вот в Амстердам. Мы там смотались на машине туда-обратно. Но это не значит, что... сказали, Новый год, мы здесь праздновали вообще в России ездили кататься на лыжах, в Казань, там прекрасно горнолыжный центр на неделю с детьми. Вообще, есть куда поехать. Это не проблема, абсолютно. Ну, как я понимаю, Россия еще безвизовый режим с большим количеством стран. с более чем 100 стран. То есть это... Да еще в Россию надо посмотреть. Я своих детей возил в Якутию показать, как добывают алмазы. Возил, как... На память алмазы не дают. И нет, но зато старший сын есть с фотографиями, он держит в руках вот такой алмаз, который стоит необработанным видеть 3 миллиона долларов, вот так вот улыбается и смотрит. Ну, дали подержать, но это дорогого стоит. Мне кажется, хороший опыт, потому что мы говорим, что вот в России есть алмазы, но когда вы лично туда едете в Якутии и смотрите на... Детям показываете... Ну, вместе с якутами там катаемся на оленях и так далее, они с удовольствием это сделают, доброжелательный народ. Либо... Я возил, как показывают нефть в Ханты-Мансийске. Они говорят, вот нефть, интересно, а как она вот... Ну, и мороз, минус 40 и так далее. Это очень интересная история. Не особо переживает на сей счет. Пока большая часть жителей России сводит концы с концами, Киселев вдоволь может путешествовать по просторам Великой Необъятной, рассказывать об украинских фашистах сколько душа пожелает и покупать квартиры за 160 миллионов рублей. Ведь верные придворные не должны быть обделены царскими дарами. Не то, что обычные смерды. Письмо есть какое? Вот бумага какие? Вот бумага какая? Через пять лет я живу без прописки. Мне не дают прописаться. Успокойся, успокойся. У вас есть обращение? Бумагу. Давайте бумагу отдайте, посмотрите, переченько. Идем вперед, вперед. Спасибо, Россия, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Здоровья вам, всего доброго. Феодосии, особое внимание уделите, пожалуйста. Вот приехали, внимание уделяйте. Здравствуйте. Владимир Владимирович, пожалуйста, я как активист города Феодосии. Прошу вас разобраться, помогите. Коррупция, круговая порука, просветает Феодосии. И канализация, мы здесь устали, я уже крык в уши. Аксену обращаюсь, и все обеспечки идут. Лайд поменять, лайд поменять, никуда не угодно. Бардек в городе уже. Проверимся. Героям тебе, милый мой, здоровья. Спасибо большое, и вам здоровья. Да. Коррупция. Большая коррупция. Уже год, но все никакого. Все, тоже в администрацию президента писали. Везде. А сюда отписывают, а здесь все умирает. 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 Ладно, проверим. Вы держите здесь. Здоровья вам. Пенсия, пенсия, невозможно прожить в Крыму. Цены бешеные. Не дают 4 тысяч. Что ж такое 8 тысяч? Пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте пенсию. Но вы же сказали индексации будет. Где она там, почему индексация? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сестра вас. Сестра вас. Спасибо. 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 Спасибо вам за Россию. Спасибо. и subconscious mind. Спасибо. 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 Продолжение следует...